Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Доброе утро. Я Муна Заед. Таиз в Альчааб лагере в Адене. Давайте я вам покажу наш дом. Здесь огонь разжигают. За растопкой мы далеко ходим. Вот здесь мама готовит. Вот моя сестра с двоюродными сестрами играют в лего. Это наша ванная. Здесь мой брат Султан спит. Это наша единственная комната. Вот сестра в комнате подметает. Пошли на кухню. Мама готовит. Мне надо воды набрать из резервуара. С подружкой пойду. Это моя подружка Рахав. Мы за водой пошли. Мы обычно вместе в школу ходили, пока ее не закрыли из-за коронавируса. Подожди здесь, я сейчас умоюсь и вернусь. Это основные умывальники в лагере. Мы стараемся там чистоту поддерживать, чтобы коронавирусом не заболеть. Надо побыстрее воду набрать, а то если народ набежит, коронавирус распространиться может. Давайте дом строить. Брат мой двоюродный, Кайс, овощи принес. Помогу их маме нарезать на кухне. Надо овощи хорошенько помыть, чтобы защититься от коронавируса. И руки тоже надо хорошо мыть, чтобы коронавирусом не заболеть. Хотя у нас мыла нет, но мы все равно руки моем. Надеюсь, коронавирус никогда к нам не придет. Я рада, что я с семьей. Наша подруга с нами поест. Идем, садись. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Окей, Google. Включи Азан. Хорошо, сейчас выберу самый красивый Азан из библиотеки YouTube Music. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Люди умирают от коронавируса. Не могут дышать. А ты все еще куришь? Никак не хочешь бросать? Чего ждешь? Чтоб из-за тобой тоже коронавирус пришел? В Китае разводы участились, похоже, из-за самоизоляции. И в других частях мира, где сейчас люди на самоизоляции, подобное происходит. Мужья и жены изнутри увидели, кто чем занимается. Типа, а вот ты как работаешь, оказывается. А ты вот так, значит, домашними делами занимаешься. Так, это, расслабьтесь. Стресс ваш я понимаю, конечно. Типа, да как так-то? Я социальное существо, а меня заперли. У меня дела, а меня в заперти держат. Вы сами себя накручиваете. Все это у вас в голове. Жены суют нос в работу мужа. Мужья суют нос. В домашние дела жен. Не надо, расслабьтесь. Иншаллах, скоро самоизоляцию снимут. Верьте в предопределение Аллаха, что нас постигает только то, что Аллах нам предопределил. Не надо время тратить на разжигание новых ссор, споров. Не надо всего этого. Пророк же сказал, саллиллаху алейхи вассалям, что самый лучший ислам у того человека, который оставляет все, что его не касается. Как бы муж и жена не распределяли между собой работу по дому. Допустим, 50% муж, 50% жена. Или муж делает 90%, жена 10%. Или наоборот, или кто-то выполняет 100% работы по дому. Но когда хотите, чтобы муж помог, и пророков в пример приводите. Саллиллаху алейхи вассалям. Осторожнее. Да, говорится, что пророк помогал семье. Он, саллиллаху алейхи вассалям, делал это из благого нрава. Из любви. Но добровольно. Если женщины хотят, чтобы их мужчины брали пример с пророка, то им тоже нужно брать пример с жен пророка. Жены пророка никогда не требовали с него помогать им по дому. Не оставляли что-то по дому, чтобы он сделал это. Список дел они для него не писали, не спорили. Насчет работы по дому. Дело ваше, как вы распределите работу. Но если пророка в пример ставите аккуратнее, меру знайте. Хотите, чтобы мужчины вели себя как пророк? Тогда тоже будьте готовы вести себя как жены пророка. Приговор вам. Амар Мухтар. Смерть через повешение. Публично. Богу мы принадлежим. И к Богу. Наше возвращение. Это Амар Мухтар. Исламский ученый и революционер, который героически возглавлял сопротивление итальянской оккупации Ливии почти 20 лет. Известный как Лев Пустыни, Амар потратил свою молодость на изучение ислама и выучил Коран наизусть в раннем возрасте. Он много лет преподавал Коран, пока в 1911 году итальянские силы не вторглись в Ливию. И вот ему 53 года, и его жизнь вот-вот примет новый оборот. Полной решимости защищать свой народ от того, что итальянские фашисты называли римской реконкистой. Амар с маленькими группами людей умело атаковал заставы, устраивал засады на отряды и перерезал критические маршруты подкрепления, удивляя и запутывая крайне продвинутую итальянскую королевскую армию и ее отряды, люди в которых были вдвое младше него. Характер и целостность Амара впечатляли даже его врагов. Он придерживался исламских принципов во время ужасов войны и жестокой оккупации. Мы не убиваем заключенных, но они убивают нас. А они нам не учителя. После 20 лет нанесения итальянским захватчикам поражения и ущерба, Амар был схвачен в возрасте 73 лет. Ему предлагали много сделок, взяток, чтобы он отозвал людей, но он всегда отказывался. Мы никогда не сдадимся. Мы либо победим, либо умрем. 16 сентября 1931 года Амар Аль-Мухтар был казнен. И вот какие аяты Корана он прочитал перед казнью. О, обретшая покой душа, вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольства. Войди в круг моих рабов. Войди в мой рай. Пусть Аллах помилует его. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение господину пророков и посланников. А затем... Сегодня мы поговорим о мольбах, иначе говоря дуа, постящегося человека. Есть три случая, три обстоятельства, когда человек просит о чем-то Аллаха и Аллах отвечает. Три случая. Их больше, но мы рассмотрим вот эти три. Мы говорим о трех людях, на чьи мольбы всегда Аллах отвечает. Человек, который постится, пока он не разговился. Так вот, до разговения, если вы что-то попросите у Всевышнего Аллаха, он даст вам это. Второй человек. Это справедливый правитель. Такой человек, как президент в наши дни, справедливый правитель. Если он Аллаха попросит, Аллах ответит. Третий человек. Это притесненный. Тот, кого притеснили. Если он попросит что-то у Аллаха, причист он Всевышний. Всевышний причист, и Аллах об этом сказал. Клянусь своим величием. Я помогу тебе, даже если и позже. Я своими словами передаю. Говоря о первом, который связан с благословенным месяцем Рамадан, когда человек разговляется во время поста, его мольбу Аллах принимает. Знаете, довольно забавно, в Рамадан некоторые что делают? Кладут в рот финик и держат между зубами. И в минуту, когда наступает разговение, он съедает. То есть он минуту сидит с фиником между зубов. Или стоят, смотрят на воду, или стоят, смотрят на стол с фруктами. Не опережайте события. Пречистый Всевышний Аллах говорит вам, контролируйте свою страсть. Вы же знаете, наступит минута, иншаллах, когда разговиться можно будет, попить и все остальное. Наступит та минута, когда можно будет утолить голод. Аллах хочет, чтобы мы потерпели. Так что поднимите руки и попросите что-нибудь у Всевышнего Аллаха во время разговения, и Аллах ответит вам на вашу мольбу. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность в месяц, Рамадан, побольше просить Аллаха. Больше, чем мы когда-либо просили. И, ребят, делайте, пожалуйста, дуа за меня, за наших братьев и сестер. И делайте дуа за всех братьев и сестер в нашей общине, которые страдают по миру. Да воздаст вам Аллах благом. Ассаляму алейкум урахматуллахи у баракатух. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok